Уплата водного и снижение ставки единого сельхозналога, а также механизм начисления НДС при расчетах между предприятиями. Эти и многие другие вопросы налогового законодательства обсудили в Совете министров Крыма. Подробности в нашем следующем сюжете. Вопросы налогообложения – проблема насущная и волнует многих жителей полуострова. Крымские предприниматели уже давно ждут принятия новых законов, которые облегчат их деятельность. В законе об особой экономической зоне, который внесен правительством Российской Федерации, разработан совместно с Советом министров с Министерством по делам Крыма, учтены основные ставки налогов, которые нами предложены в этом законе для налогоплательщиков, которые осуществляют деятельность на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Один из вариантов – снижение ставки налога на прибыль, полученную крымскими организациями в виде дивидендов с 9 до 6%. Установление у нас предложено нулевой ставки по налогу на прибыль для организаций, подлежащих зачислению в федеральный бюджет. Данная ставка применяется до 1 января 2025 года. Это как проект, коллеги. Ставка 0% по системе налогообложения для сельхозпроизводителей. Ставка применяется в течение двух налоговых периодов с момента регистрации. Ставка 0% по упрощенной патентной системам налогообложения. Ставка применяется в течение двух налоговых периодов с момента регистрации. для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность производственной социально-ноучной сферой. Кроме того, на Крым теперь не распространяется общероссийская ставка транспортного налога. Правительство республики будет устанавливать её самостоятельно. Эдуард Здоров, Игорь Демидов. Время новостей.